Олега Сенцова и Александра Кольченко этапируют из ростовского СИЗО в места отбытия наказания. Об этом сообщает сестра политузника Сенцова Наталья Каплан. Олега отправили в Иркутск, Александра – в Челябинск. По данным адвоката Кольченко Светланы Сидоркиной, Александр сейчас находится на пересылке в Воронеже, а Сенцов – в Самаре. Напомним, 25 августа прошлого года Северокавказский военный суд осудил режиссера Олега Сенцова и общественника Александра Кольченко на 20 и 10 лет колонии строгого режима по так называемому делу крымских террористов. Правозащитница ожидает от управления ФСИН по Ростовской области подтверждение этапирования украинцев, а также информации, в какую именно колонию они направлены. Вот этот момент пересылки, вот этот момент этапирования, он очень усложняет, потому что все-таки в Крыму ты четко понимаешь, в каких, даже если мы попасть не можем в тюрьмы, мы приблизительно понимаем, в каких СИЗО, в каких колониях могут они содержаться. А вот на безграничных просторах Российской Федерации мы реально можем их потерять. Напомним, правозащитники в рамках кампании «Let my people go» подготовили отчет с названием «28 заложников Кремля». В нем есть карта мест содержания политузников. Из свежей информации известно, что Александр Костенко находится в Москве, Алексей Черний, в Магаданской области. Правозащитникам две недели не удавалось узнать, куда именно направляют Черния. Место заключения в Магадане, отмечает Александра Романцова, далеко не лучший результат для человека, который пошел на договор со следствием. Учитывая, что со времени задержания Александр Черний дважды побывал в психиатрической клинике, правозащитники считают, что этапирование в Магаданскую область можно приравнивать к жестокому обращению. Вот эта карта показывает, что полностью используется для того, чтобы потерять человека, полностью используется большая территория Российской Федерации. То есть это тоже такая механика. Это политические дела, это дела, с помощью которых создают видимость каких-то страшных террористических организаций, вроде правого сектора в Крыму или Хизбут-Тахрир, вот страшные мусульманские террористические организации. И после этого, чтобы этот миф не развеялся об обычных людей, которые вот в таких условиях содержатся, их, грубо говоря, прячут. В рамках кампании по освобождению украинских политузников Let's Make People Go общественные деятели стараются заручиться международной поддержкой. Они уверены, только при помощи такого давления можно освободить заключенных. Один из недавних фактов поддержки. 22 чешских парламентария разослали главам российских органов власти письмо с призывом к освобождению 13 украинцев, незаконно удерживаемых в РФ. Стоит отметить, что чуть ли не впервые на международной арене в этом письме перечислен полный список политузников-украинцев в России.